Силы обороны успешно поразили аэродром в Волгоградской области. Он используется для удара по линии фронта в Украине. Россияне говорят, что авиабазе пришел конец, а спутники фиксируют пожары там, где нужно. В Курской области россияне устроили дружественный огонь, а тем временем стало известно, что стало причиной паники у россиян в Брянской области. Нефтебаза в Ростовской области горит уже пятый день. Россияне смеются с конфуза Путина, а Казахстан вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете прямо сейчас на связи Украина-365. Здравствуйте. На, есть контакт. Разрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Тушить бесполезно. Это жесть. Они его полностью разъебали нахуй. Это серьезная трагедия, ребят. Силы обороны Украины продолжают серию успешных ударов по российским авиабазам. В этот раз атакована авиабаза Мариновка под Волгоградом. Она находится в 450 километрах от линии фронта и ближе к Казахстану 200 километров, в то же время как граница Украины от нее 270 километров. Она известна тем, что и всех аэродромов вблизи Украины только на ней зафиксированы готовые укрытия для самолетов, которые начали строить в ноябре прошлого года и завершили в начале этого. В то же время назвать эти укрытия защитными сооружениями довольно сложно, отмечает Defense Express. Скорее всего, речь только об ангарах для защиты от погодных условий, не способных защищать от обломков. А это очень важно, потому что удар украинских дронов вызвал детонацию боеприпасов. При этом российская авиабаза была накрыта довольно значительным количеством ударных дронов. Официально в так называемом Минобороны РФ сообщили, что им якобы удалось перехватить 28 дронов по всей территории РФ, из которых 13 в Волгоградской области. Местные власти также считали, что якобы большинство дронов были сбиты, хотя на военный объект традиционно падали только так называемые обломки. Эффективность тех самых обломков, кстати, оказалась настолько серьезной, что ближайший к аэродрому Мариновка поселок Октябрьский готовили к эвакуации и временно закрыли гражданский аэропорт в 40 километрах. Также есть относительно свежие с 19 августа спутниковые снимки авиабазы, позволяющие оценить возможные вражеские потери в самолетах. Несмотря на то, что сама авиабаза является базовым аэродромом для разведчиков Су-24МР, на ней базировались также фронтовые бомбардировщики Су-34. В общей сложности было зафиксировано 14 Су-24 без учета кладбища и 15 Су-34. Спутник НАСА, между тем, зафиксировал пожары на стоянке и складах. Тем временем сообщается, что удар был нанесен Службой безопасности Украины совместно с операторами СССР. Источники фокуса в СБУ подчеркнули, что поражены склады с топливом и кабами. По их словам, этот аэродром враг использует для бомбардировок линий фронта. То есть, речь идет о повторении ситуации с авиабазой Морозовск, где ночью 3 августа украинские дроны уничтожили склад с боеприпасами 1 Су-34 и повредили еще минимум 2. Кроме того, склад с боеприпасами в ночь на 9 августа был поражен и на аэродроме в Липецке. В то же время наиболее результативной атакой может стать удар 16 августа по авиабазе Саваслейка. Стоит подчеркнуть, что ее подтвердил глава гор Минобороны Кирилл Буданов. В интервью The Warzone он сказал, что там полностью уничтожен один самолет МиГ-31 и два транспортных самолета Ил-76. Всего же, по его словам, авиабазу атаковали 10 дронов. Именно с этого аэродрома РЭП наносит удары по территории Украины ракетами типа «Кинжал». В том же интервью он заявил, что вчера был атакован аэропорт Остафьева в Москве и авиабаза Миллерово, Ростовщина. Пока еще степень ущерба на этих объектах выясняется. На территории аэропорта Остафьева с 2018 года находится центр радиотехнической разведки. Вчера утром в МОРФ заявляли, что якобы сбили все 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. На Покровском направлении Донецкой области продолжаются бои за Гродовку и Новогродовку. По словам лейтенанта ВСУ с Пазаным Алекс, украинским бойцам удалось немного сбить темп российских оккупантов. Об этом он написал у себя в Телеграм-канале утром 22 августа. «На Покровском направлении идут бои за Гродовку и Новогродовку. Удалось немного сбить темп противника. Можем выиграть некоторое время, пока идут бои за эти НП», сказал офицер ВСУ с Пазаным Алекс. Он отметил, что в районе Птичьего наблюдается сложная обстановка. Враг хочет захватить Калинова, чтобы выйти в тыл украинским подразделениям, которые обороняют Карловку. «Кстати, в самой Карловке ребята также хорошо держат позиции», – отметил он. В то же время офицер первого отдельного отряда спецподразделения Омега НГУ с Пазаным Самурай рассказал, что подразделения ВСРФ в районе Покровска преобладают в ВСУ как в количестве, так и в активности. По его словам, ситуация на этом участке фронта контролируемая. Дипстейт 21 августа заявил, что российские оккупанты захватили Камышевку, Заветное и Новожеланное Донецкой области. Кроме этого, враг продвинулся возле Николаевки Донецкой области. Также Дипстейт зафиксировал продвижение сил обороны Украины в Курской области. Зеленский сообщил о переходе под контроль ВСУ еще одного населенного пункта в Курской области. Об этом он сообщил по итогам приезда в приграничный район Сумской области, где провел совещание с Александром Сырским. По словам Зеленского, Сырский доложил ему, что украинским военным удалось захватить еще один населенный пункт в Курской области и пополнить обменный фонд. В частности, в плен попались россияне из ДРГ-810-й ОБРМП. Напомним, что согласно рассказам пленных, 810-я ОБРМП недавно стала донорами для пиара кадыровцев Ахмат. То есть, 810-я ОБРМП рискует жизнью на передовой. Если что-то удается хорошо, то это идет в копилку пиара для Ахматовцева. Если попадают в плен, то это проблема самих морпехов 810-й ОБРМП. В то же время экипаж БМП-3 Вооруженных сил Российской Федерации в суматохе боя ошибочно расстрелял в упор свою же БМП-2. Это случилось в деревне Русская Конопелька Курской области. Наш казак, наблюдая за происходящим, спокойно покидает место френдлифая. Офицер ВСУ с познанным «Алекс» сообщил, что в Брянской области вчера наши ребята решили оказать услуги по повышению скорости интернета и ударили по вышкам связи на пограничье FPV-дронами. После этого россиянин или до вечера о каких-то ДРГ и наступлении на Брянщину, отмечает офицер. Посольство США предупредило, что Россия может готовить удары по правительственным и гражданским объектам Украины в ближайшие дни. В США заявили, что располагают информацию о наращивании России усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили, что это может произойти перед празднованием Дня независимости Украины, 24 августа. Впрочем, стоит подчеркнуть, что такое заявление посольство США делает каждый год перед Днем независимости. То есть оно каждый год предупреждает своих граждан об опасности российского ракетного удара и просит принять меры предосторожности. Это стандартное сообщение американского посольства. Так было в 2022 году, так было в 2023, так есть и в этом году. Поэтому большая просьба ко всем пабликам и каналам, транслирующим это сообщение. Сделайте 5 лишних кликов, посмотрите историю этих объявлений на сайте посольства США и дайте людям контекст. Не разгоняйте панику и информационный саботаж. Россия в любой момент может нанести массовый ракетный удар по Украине. Перед самым крупным в этом году ударом 8 июля, в результате которого погибло 43 человека, никто не делал предупреждений. Никто заранее не знает, когда Россия ударит в следующий раз. При этом в этих ударах не будет ничего нового, чего Россия ранее бы не делала. Алгоритм действий все тот же. Смотрим по мониторинговым пабликам. Если летит, то укрытие. Киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний хакеры продемонстрировали объективные видеоролики о войне в Украине, поэтому ресурсы государства-агрессора были вынуждены прекратить вещание. Об этом стало известно из источников в украинской разведке. Отмечается, что видео от ГУР трижды показали в прайм-тайм телеканалов Первоуральская ТВ, Евразия-360, Евразия-Первый канал и других. Как сообщают источники, российские хакеры попытались исправить ситуацию. В итоге 9 телеканалов прекратило трансляцию. Речь, в частности, о Евразии-360, Евразии-Первый канал, Первоуральском ТВ, Луганск-24, Первом Республиканском, СПБ, Оплот, ТВ-3 и Первом Российском. Отмечается, что на утро 22 августа только телеканал Евразия-360 и ТВ-3 частично возобновили свою работу, тогда как вещание других остается заблокированным. Москва может столкнуться с дефицитом электроэнергии уже в ближайшие годы. Об этом говорится в проекте Генеральной схемы развития энергетики России до 2042 года, сообщает The Moscow Times. Согласно документу, подготовленному системным оператором, к 2030 году в столице России прогнозируется нехватка мощности в размере 1,6 гигаватта, а к 42-му этот дефицит может вырасти до 4,2 гигаватта. Проблемы с энергоснабжением московского региона были впервые озвучены системным оператором еще в прошлом году. Основной причиной называют трудности с обслуживанием иностранного оборудования, в частности газовых турбин на теплоэлектростанциях, которые остались без запчастей ремонта после ужесточения западных санкций в июне прошлого года. Компании General Electric и Siemens прекратили обслуживание турбин на российских ТЭС, которые обеспечивали около 9% мощности российской энергосистемы. Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров всячески развлекал Путина в Грозном. Ему, в частности, были продемонстрированы умения орденоносного 17-летнего Адама Кадырова в стрельбе из огнестрельного оружия. Там у диктатора РФ случился конфуз с наушниками. Путин, не разобравшись, нацепил их на подбородок. Этот инцидент активно обсуждают в сети. Некоторые заподозрили, что глава РФ боится испортить прическу или грим. Другие посчитали это признаком возрастных изменений. Представляю, как бы хохотали и стебались наши СМИ, если бы такое случилось с Байденом. А тут тишина. Это он типа с бородой, чтобы по толпу косить. Люди, дедушки уже за 70, ничего удивительного, пишут россияне в сети. Показательно, что насмехаются над Путинами российские зад-каналы. Жестко прошелся по диктатору ультраправый зад-блогер Алекс Паркер, который поддерживает Россию, но проживает в Канаде. Не сразу Пэпуй признал. Смотрю, какой-то Абу-бандит с черной бородой рядом с Рамзанкой стоит. А это он просто наушники неправильно надел. Сложный прибор, даже с этим не справился, написал Z-блогер. Вы не поверите, но в Пролетарске Ростовской области уже пятые сутки горит нефтебаза Росрезерва. Там взорвалась еще одна цистерна. В среду 21 августа журналисты Радио Свобода выложили новые спутниковые снимки горящего объекта, над которым по-прежнему подымается густой черный дым. Осин-то аналитик, пишущий в соцсети ИКС под ником МТ Андерсон, проанализировал кадр и пришел к выводу, что на данный момент пожаром уничтожены как минимум 18 резервуаров с топливом, еще 4 разрушены частично. Неразрушенными остаются 12 резервуаров, а судьба 44 остается неизвестной, поскольку спутники не видят их из-за густого дыма. МИД Казахстана предупредил Лукашенко. Посла Беларуси Павла Утюпина пригласили в Министерство иностранных дел Казахстана и объяснили эффективность внешнеполитического курса президента Касымжа Марта Такаева, сообщает пресс-служба МИД Казахстана. В ходе встречи министра иностранных дел Казахстана с послом Беларуси были обсуждены актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций. В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнеполитику в соответствии с уставом ООН и нормами международного права, а все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов, пишет пресс-служба МИД Казахстана. Ранее в интервью российским пропагандистам Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать, при этом упомянув Казахстан. В центре столицы Нигера прошла антиукраинская демонстрация. Так называемые активисты обвинили Украину в поддержке каких-то террористических группировок в африканских странах. Примечательно, что очень похожая акция прошла также и в Конго. «Украина – страна террорист!» – так заявляли участники митинга, размахивая российскими триколорами. Тот факт, что сама Россия вот уже два с половиной года без перебоя бьет по мирным украинским кварталам авиабомбами, баллистическими ракетами и другими видами тяжелого вооружения, африканских так называемых активистов, видимо, не беспокоит. Кроме того, манифестанты выступили за суверенитет конфедерации стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо, то есть по факту за суверенитет под крышей путинского режима, и призвали к сохранению права стран региона Сахель на самостоятельное развитие и борьбу с угрозами терроризма на своих территориях. Также так называемые активисты из Конго и Нигера провозглашали лозунги, от которых повеяло духом советской пропаганды. «Против западного империализма за развитие сотрудничества в регионе!» – кричали они.